Привет! Ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной тут мои животные. И мы всей волшебной семьей хотим поздравить вас еще раз с прошедшими праздниками и пожелать в этом году быть еще счастливее. А сегодня мы проведем эксперимент. Посмотрим реакцию собак на самые разные прикольные кошачьи игрушки. Вообще, будет ли им это интересно или нет. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать наши новые веселые видео. И мы начинаем! Кстати, ребят, если вы хотите такое же видео, только наоборот реакцию кисы Алисы на собачьи игрушки, ставьте новогодний лайк, и я обязательно сниму такое видео. Чем больше лайков, тем больше шансов, да, Алис? А еще мне в голову пришла идея снять реакцию животных на необычные человеческие вещи. Например, на спиннеры или какие-нибудь необычные игрушки. Может быть, даже на какие-то типичные штуки, типа ватных палочек. Если у вас есть идеи еще на какие вещи, обязательно пишите внизу в комментариях. Если вы заметили, в начале января видео выходят немножко реже, но после середины января все будет очень хорошо. Как обычно, ролики почти каждый день на всех каналах. На канале питомцев Magic Pets и на моем личном канале Animagic тоже ролики. Ссылочки будут в описании. Сходите, потом посмотрите, когда смотрите это эпичное видео. И начнем мы нашу реакцию вот с такой вот игрушки-перчатки, которая одевается на руку. Киса Алиса у нас просто обожает эту перчатку. Кто заинтересуется этой игрушкой? Только Юмичу. Софиши тоже нравится эта игрушка. Юмичу. Да, отдай. Боксерскую грушу мы любим. Да, Алиска? С боксерской грушей мы любим поиграться. Это хорошее развлечение. Да, Алис? В чем прикол, скажи, да, Софиш? Софиши даже как будто не понимает, зачем это. Миша заинтересовалась игрушкой. Неужели? Миш, смотри, какая штучка. Что? Вы не понимаете меня, да? Зачем? Зачем, скажите, да, это? И что с ней вообще надо делать, да? Эти шарики одно из излюбленных развлечений киса Алисы. Как же достать оттуда мышку? Это мышка в клетке, но ее будет тебе неудобно брать. Давай. Софиша, правда, не сможет ее взять. Это будет просто-напросто неудобно. Из всех, по-моему, мышками в клетках заинтересовалась только Софиша. Единственное, что из-за того, что они в этих железных прутьях, она не может их приносить никак. Софиш, попробуй принеси. Принеси. Софиша схватила мышку за хвост. Юми у нее отобрала. Молодец, Софи! Ну и, конечно же, как и любая кошка, киса Алиса любит самые разные мячики. Лови. Эй, Ван. Мячики, конечно же, заинтересуют всех, потому что это мячики. Привычная вещь для собак. Ловить. Вот так, молодец, давай. Вот, молодец, поймала. Приберись, положи мячик в коробочку. Вот, молодец, Софиша. Софиш, достань обратно мячик. Дай маме. Молодец. А теперь прибери обратно его. Вот, молодец. Эйвен, дай леопардика. Леопардика? Вот, молодец, Ивасик. Эйвен, а где клоун? Клоун? Ай, молодец, это клоун. Дай маме. Вот, молодец. Миша у нас тот еще кадр. Ее очень сложно приучить играть игрушками. Единственное, что ее пока интересует, это резиновые мячики. Вот она себе их сюда натащила и грызет тут их тайком от нас. А это просто наше самое любимое занятие. Как собакам понравится кошачья удочка? Юми пытается словить эти пюрышки, но она их не особо интересует. Совсем не так, как киску Алиску. Какая разная реакция у собак и кошек на одну и ту же игрушку. Если я прям подсовываю им под нос, они ее, конечно, пытаются схватить. Но... Ах, Юми попыталась ее поймать. Но как киса Алиса, там прыгать за ней, прям бегать за ней. Ловить ее никто не хочет. Ну и кто у нас обожает перышки? Конечно же, киска Алиска. А? Драка с птичкой. Эйвен выбрал вот этот вот мячик с перышками. Юми пытается и у него отобрать его. Юми он явно тоже понравился. Эйвен не отдает. Все, птичка никого не заинтересовала, хотя это очень интересная игрушка. Софиш, тебе не нравится птичка? Не нравится, да? Не нравится птичка? Нет. Им не нравятся перышки. Во что ты превратила игрушку, Юмич? Зайка, которому киса Алиса очень любит отгрызать уши. Каратэ. Привет. То есть реакции на игрушки абсолютно разные у собак и кошек. Киса Алиса бы сразу уже бросилась на этого зайчика, а здесь никому он не интересен. Разве что просто стащить его и использовать как мягкую игрушку, чтобы погрызть. Эйвен решил понюхать камеру. А вот этими кошачьими игрушками киска Алиска еще даже не играла. И по-моему... Нет, все-таки ей они нравятся. Да, они явно нравятся. То, что они шуршат, видимо, очень. Я думаю, они могут заинтересовать собак. И могут им понравиться. Да, Юми выбрала себе одну шуршалку и сейчас будет ее обгрызать. Обратите внимание, как нравятся им шуршалки. Как ни странно, то есть та же удочка, она их не так заинтересовывала, как вот эти вот шуршалки. Шуршалками они играть хотят. Сейчас Юми будет всячески пытаться отобрать у Софи Юмичу. Ну и в штабик. В штабик свой, конечно же. Шуршалки явно нравятся Юми и Софии. Их прикольно грызть. Юми отобрала вторую шуршалку. Ты же одну уже унесла. На удивление, наша Алиска достаточно равнодушна к лакомствам. И в том числе к вот таким вот игрушкам, как эта мышка. Интерактивная мышка, в которую кладутся лакомства, чтобы она их оттуда доставала. То есть здесь скорее заинтересованность даже не в самой игрушке, а в том, чтобы достать из нее вкусняшку. Да, Софиш? Юми хотела защитить мышку от Софи, но Софи съела вкусняшку первее Юмичу. Вытащила. Ну что ж, вот так вот реагировали собаки на кошачьи игрушки. Как я сказала, если вы хотите видео наоборот реакцию киса Алисы на собачьи игрушки, набираем много лайков. И также пишите в комментариях, какие по-вашему игрушки кошачьи заинтересовали собак больше всего. Подписывайтесь на наши соцсети. Там ссылочки внизу, инстаграм, вконтакте. Переходите по ссылочкам на другие ролики, на других каналах. И увидимся скоро в новых видео. С праздниками вас!